И еще напишите мне справку, пожалуйста, то, что я ненормальная. Это еще зачем? Мне кажется, что капли от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках выдавать не должны. Привет! С вами снова Юля и Маша. И мы начинаем нашу программу «Несерьезные новости». Сегодня в нашем выпуске мы расскажем, как прошел необычный концерт ко дню пожилого человека. Как мы съездили в гости к Солнечногорскому телевидению. А также специальная рубрика «Рассуждалки про культуру». Я считаю, что зрителей нету. Они смотрят все в прямом эфире. Я так понимаю, это что-то новое и интересно очень. То есть это впервые происходит. Я думаю, это классная задумка. И мне кажется, многие будут смотреть онлайн-концерт. Это новый формат. Актеры, они не переживают. Они более спокойные, уверенные. Могут сосредоточиться на выступлении. А также большинство зрителей увидят в записи эти концерты. То есть могут повторять, смотреть, смотреть и пересматривать множество раз. В первую очередь онлайн-концерт необычный тем, что людям, которые организуют такие концерты, необходимо трудиться во много раз больше, чтобы передать ту атмосферу, которую очень сложно передать через экран. В Доме культуры в Андреевке прошел необычный концерт ко дню пожилого человека. Его зрители, виновники торжества, смотрели праздник, не выходя из дома. По понятным причинам мы не смогли сегодня пригласить людей старшего возраста, но они оставались дома и с удовольствием, надеюсь, смотрели наши поздравления от наших ребят. Мы танцуем, мы не стесняемся. Хорошо. Хорошо выступаем. Мне трудно. Я очень люблю выступать. Нет. Мне нравится только с полным залом. В этот день поздравления звучали не только со сцены. Я хочу пожелать своей бабушке и дедушке огромного здоровья, счастья, успеха в работе. И у них все исполнялось, все свои мечты. Я бы хотела пожелать, чтобы они не болели, чтобы они все время были счастливы. А я бы хотела пожелать, чтобы они всегда смотрели наши концерты и почаще к ним ездить. Ну, конечно же, здоровья. И чтобы ему было не грустно, чтобы он к нам приезжал, мы к ним приезжали. Короче, самое главное – внимание нашим старичкам, бабушкам и дедушкам. Чтобы они всегда рядом были со своими детьми, внуками, правнуками. Будем надеяться, что такой необычный формат праздника так и останется необычным. И в ближайшем будущем зал Дома культуры вновь заполнит гром аплодисментов и множество улыбок зрителей. Алиса Сергеева, София Игнатова, Ян Долатов, Мария Киричевская, Полина Москвичева, Леонид Сардай, Олег Римитриев. Специально для несерьезных новостей. Специально для несерьезных новостей. Я считаю, что журналистика – это самая интересная профессия, которая только есть. И вообще самое трудное – найти ту интересную тему, которая будет интересна только тебе, а всем остальным. А потом найти людей по этой теме, найти материал, откопать факты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самая интересная моя профессия – это снимать в разных местах. Сложно быть директором телевизионного канала? Ничего сложного. Понимаешь, делать ничего не надо. Ты только руководишь. Вот он пришел, совещание провел. Тебе ребята сказали, какие темы они делают сегодня в материале. Дальше работает редактор. А директор, знаешь, что делает самое главное? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Я думаю, что просто сидит и по камерам смотрит, что там вытворяют. Его журналисты, да? Так и есть. Понравилась монтажная комната. Мне понравилось все. А что больше всего тебе понравилось? Комната телевидения. Больше всего мне понравилась та комната, где берут интервью. А вон она очень классно выглядит. Супер. Всем привет! Привет! С вами Алсу и Ян. Мы начинаем нашу рубрику «Рассуждалки про культуру». Алсу, ты знаешь, что такое кубик Рубика? Это кубик-головоломка, который надо собирать по цветам. А у тебя есть дома? Да, у меня дома есть кубик Рубика. Японская компания представила самый маленький кубик Рубика в мире. Его грань 9,9 миллиметров. Он стал одним из экспонатов на выставке закровища в Венгрии. Производитель уверяет, что игрушку удобно пользоваться, несмотря на размер. Поэтому не стоит рассматривать его только в качестве сувенира. Интересно, как же его собирать? Как ты думаешь, может подружиться гиппопотам с черепахой? Мне кажется, это невозможно. А вот и возможно. Гиппопотам Оуэн живет в заповеднике почти с самого рождения. И не имея вокруг таких, как он, гиппопотамов, он нашел себе подругу. Сто тридцатилетнюю черепаху. Теперь они, друзья, не разли вода. Оуэн даже ведет себя, как черепаха. Ест ту же еду, спит ночью, а не в течение дня. Как это делают его дикие сородичи. Они хорошо понимают друг друга. Вместе валяются в водоеме. Будет друг друга, когда пора принимать пищу. Вот это друзья! Это были все рассуждалки на сегодня. До новых встреч! Пока! Ну что же, на этом сегодня все. Берегите свое здоровье. Почаще улыбайтесь. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok